Субтитры сделал DimaTorzok И конечно же мы сразу встречаем этого надоедливого филина Кто бы сомневался Он нам как обычно объясняет сейчас какую пургу В данном случае то что время течет по разному Но это говорю это только для самых-самых знаете зеленых новичков Которые вообще игру не видели Я то играл в нее 4 года назад Но как уже говорил До следующего подземелья в который мы пойдем наверное уже в следующей части Я помню игру более-менее неплохо Так наша сейчас главная задача это пробраться в замок И поговорить с принцессой Зельдой Ух хорошо что вы не видели тот ужас через который я прошел Потому что Когда я пытался записать игру Буквально минут 20 назад У Зельды было лицо Ах господи Было просто кошмарным У нее просто пропали все текстуры Почему-то вместо лица у нее Появилась Какая-то не знаю Черная многоугольная хреновина С изображением пиксельного линка И это было очень клипово Так нас тут посылает этот урод Говоря то что Такого барбанца не пустят в замок Ладно давайте зайдем Пожалуй на главную площадь Так а куда делась Малон А да мы должны с ней поговорить кстати говоря Так Вот и она Кстати вот сзади нас Я только сейчас заметил Находится большая лоза По которой можно будет забраться Так Малон нам рассказывает о том Что ее отец отправился В замок Чтобы доставить молоко И пропал О нам выдают Вот такое вот Странное яйцо Ну что ж Его надо потом экипировать Так давайте заберемся по лозе Так Так еще один Камень шика Или камень шейков В данном переводе Так Угу Поставим давайте яйцо Так И пожалуй Окарину еще Угу Отлично Так Давайте уже направляться В замок Кстати здесь нужно Действовать По такому Типа стелсу Потому что Если нас заметят Нас сразу выкинут Так Так Уже темнеет Так Ребят извините В общем нужно было Выйти на пару минут Продолжаем И так Здесь нужно действовать Как можно Так сказать Осторожней Хотя Если честно Здесь очень примитивный Стелс О Аль Так Это походу Семена Здесь нужно Знаете Не нужно быть Знаете Гением стелса Потому что Солдаты настолько Тупые Что Вы можете Я не знаю Хоть ли Не под носом Пройти Но не прям Знаете Там Подходить к ним И бить их Они вас сразу Выкинут Но стараться Держаться От них Чуть-чуть Подальше Так Здесь Давайте-ка Подберем Рупии Здесь Если проплыть От начала До конца По этому Течению Можно Подзаработать Парочку Рупий Ну что ж Так Вроде Все Давайте Плыть В нужном Направлении Так Срубим Пару Кустиков Так Не помню Здесь Вроде Должна Быть Скалтула Или Нет Давайте Проверим Блин Кстати Что Примечательно Что Игра По сути Разработана На движке Предыдущей Большой Игры От Нинтендо А именно Супер Марио 64 То есть Кстати говоря Недавно Решил Сыграть В эту Игру Кстати Посмотрите К Марио Серьезно Текстуры Некоторые Да и вообще Внешний вид Очень Похож На Марио Посмотрите У него Кулон Даже В виде Баузера Так Давайте Застанем Нашего Вылупившего Цыпленка Которой В этом мире Называются Кукла Странное Название Так Это Талон Владелец Ранчо На который Мы скоро Отправимся Да Как бы Чувак Твоя Дочка Тебя Ищет Боже Мой Блин Еще Так Несется Хотя Я Тоже Так Несся Если Моя Дочка Прождала Наверное Целую Ночь В Одиночестве Не знаю Где Ее Отец Вот Кошмара Так Значит Нам нужно Подвинуть Вот эти Вот Два Ящика И Построить Ну не знаю Что то вроде Такое Знаете Переправы Там Видно Вот Такой Вот Слив Который Как раз Таки Идет От Фонтана На Другой Стране Замка Как раз Нам туда И надо Насчет Mario 64 Хотел Сказать Если Вы Динамичный И Веселый 3D Платформер То Блин Это Вообще Великолепный Выбор Так Ну что Подвинем Еще Один Ящик И Будем Пробираться Кстати Вообще Толкня Ящиков Не напоминает Самой первой Часть Tomb Raider Где По такой же Системе Приходилось Двигать Коробки Знаете По такому Квадратному Шаблону Так Заходим Ооо Ребята Сейчас Мы будем Пробираться По стелсу Как завещал Великий Могучий Solid Snake Так Слава Богу Что здесь Охранники Просто Беспросветно Тупые И Не знаю Завалить Эту Миссию Ну не знаю Разве Что если Вы сами Побежите Напролом Так Спешить Не будем Хоть Они Дико Тупые Так Все Можно Спокойно Проходить И вообще Удивляюсь Как такая Охрана Вообще До сих пор Работает В замке Можно сказать Семьи Которые Давили Волшебный Артефакт Сами Боги Но Я не знаю Это Нужно Просто Знаете Либо Искать В толпе Людей Либо Нужно Быть Просто Уже Я не знаю Совсем Уж Ленивыми Задницами Чтобы Не нанимать Нормальных Людей Ладно Пробираемся Кстати Вот Заметь Эта Статуя Даже Несмотря на то Что она Сделана Спрайтовой Графикой Все равно Она выглядит Очень Довольно Таки Неплохо Вообще Вот удивляет Такой Знаете Шаблон То есть Они Прошли Пару метров Остановятся Прошли Остановятся И даже Не повернутся Не посмотрят Что Сзади Серьезно Если бы Такая Везде Была бы Охрана То Уровень Преступности Наверное Был бы Стопроцентный В нашем Миле Так Ну Мы Почти Добрались Уже До Принцессы В честь которой Названа Целая серия Игр Хотя Эта Принцесса Даже Не является Главной Героиней Точнее Одной Из главных Героиней Она является Но Как бы Она почти Ничего Не делает Ну Что ж Ребят Мы Вошли В внутренний Двор Замка Тут Кстати Есть Парочка Пасхалок Можно сказать Их называть Как угодно Пасхалки Секреты Во первых Это портреты Персонажей Марио Которые видны Вон В том окне Там Виден Баузер Луиджи Сам Марио И вроде бы Давайте посмотрим Да там Ёши еще Если Если попасть По этому окну Из рогатки То можно Получить Хороший Кис Красную Рупию Неплохо Есть еще Одно окно В конце В другом конце Этого зала Точнее Сада И Если по нему Слинуть То Выглянет Солдат Который Зарет На нас Не создавать Проблем И Выкинет Бомбу Шикарно Вообще Просто Ах Так Вот она Сама Зельда Без этого Жуткого Многоугольника Которым я говорил Потому что Ее реально Лицо Было Больше Похоже Как будто И в нем Огромная Черная Дыра Которая Засасет Частью Игру Удивленная Принцесса Смотрит На нашего Персонажа Господи Это было Вообще Не сложно Ваших Стражников IQ Не больше Чем у Зубочистки Угадала Дорогуша Угадала И сразу Конечно Про Артефакт Ну Конечно Кстати Вот удивительно Хотел еще отметить То что Этот факт Что Линк Все время Молчит Как Объясняет Создатель Игры Сигиро Миамото Также Продолжает Его мысль Его друг Создатель Многих Других Частей Зельды И Диао Нума Молчание Линка Это такая Фишка Видите ли Это Создается Тем Что Игрок Сам Решает Что Он Хочет Чтобы Его Герой Сказал И Поэтому Как они Говорят Создатели Игры Если Линк Заговорит То Как бы Потеряется Связь Между Игроком И Можно сказать Персонажем Кстати Как нас зовут Извини Принцесса Не могу сказать У меня Тяжелый Синдром Гордона Фримена Так что Прости Так что Вот это Хорошая Фишка То что Персонаж Не говорит А мы Подразумеваем У себя В мыслях Что мы Хотим Сказать На месте Персонажа Что бы Мы сказали Если мы Попали в Игру Вот такая Вот Фишка Которая Сохраняется На протяжении Почти всех Игр Кроме Говняных Трех Игр На CDI Так Извини нам Хочется Что-то Рассказать Снова Видим Заставку Про Богинь Опять Про Трайфорс И Кстати Говоря Тут Нам Опять Рассказывают Про Можно Сказать Загадание Желания Кстати Говоря Это Было В Линк Зе Пест Вот Этот Похожий Монолог Да Вообще Вот Храм Времени Довольно Древнее Сооружение И Даже В Новый Браз Зазывают Сохранились Его Останки Хотя Там По-моему Прошло Не Более Тысячи Лет Возможно Так И Да Также Рассказывается Что Храм Делается Проходом Священное Царство И То Что Каменная Стена Это Дверь Времени И Как раз Поэтому Мы Собираем Три Священных Камня Первый У нас Уже Есть Осталось Всего И Также Для Того Чтобы Открыть Ход Нужна Околина Времени Главный Артефакт Во всей Игре Наравне С Другим Артефактом Которым Вы Узнаете Позже Ну И Что Там Увидела А Того Человека Давайте Посмотрим На Его Темную Рожу И Ребят Кстати Говоря Вот И Он Идет Главный Злодей Игры Гленандорф По Сути Этот Персонаж Является Знаете Связующей Точкой Среди Многих Игр То Как Как Вы В Большинстве Игр Следующих Это Тоже Сам Персонаж Только Он Во многих Представляется Либо В таком Облике Котором Мы Сейчас Видим В образе Воина Геруда Либо Уже В таком Свиноподобном Демоническом Образе Например Самой Первой Части Для Нес Которая Является Одной Из Последних Довольно Неплохой Ракурс Камеры Ну Конечно Твой Отец Не Поверит Наверное Восьмилетней Девятилетней Девочке Вообще Кстати Тут Вообще Не показывают Короля Хайро Да и По-моему Мы Короля Самого Не Видим До Вин Вейкера Не Считая Игр Для Сиди Господи Мобой Ах Так Конечно Я Единственный Как Бы От Тебя Только Карина Времени От Меня Проходить Сумасшедшие Тяжелые Данжи Когда Ты Тут Прохлаждаешься В саду Мы Не Должны Позу Ах Ладно Ну Конечно Вся Работа На Меня Нежные Руки В Линцессе Не Способны Хотя Блин О чем Я Говорю Он Наверное Сдохнет Сразу На Первом Данже Письмо Да Кстати Говоря Вот Письмо Для Которого Мы Сможем Пройти На Гору Смерти В Царство Горонов Опять Инструкция Ну что Давайте Выходить Уже Из Замка И О Вот Еще Один Главный Персонаж Который Тоже Переходит Из Части В Часть И По Сути Да Он Меняется Но Блин Удивительно Что Вот Некоторые Персонажи Имеют Похожие Имена Но Являются Абсолютно Разными Ведь Проходят Много Поколений Например Это Импа Этот Персонаж Появился Еще По Хронологии Самой Первой Горе Ну Хронологии Skyward Sword И Там Нам Показывают Уже Ее Постаревшую Постаревшую Старуху Или Там Небольшой Спойлер То Что Там Будут Путешествия Во Времени Там Нам Еще Представляют Ее В Похожем Облике Кстати Говоря Сейчас Мы Научимся Первой Песне На Окарине А Именно Колыбильной Зельде И Вообще Большинство Тем Некоторых То Та же Колыбильная Зельда Переходит Из игры В Игру То Блин Извините Ошибся То Многие Мелодии До сих Пор Сохраняются Конечно Немного Другой Аранжировки Но Основной Мотив Остается Неизменным Можно Скать Дань Уважения Великому Могучему Композитору Кодзи Кондо Который Писал Музыку Именно Являлся Главным Композитором До Маджор Смэск Ну что ж Вот и Первая Песня Сейчас Кстати говоря Нужно Выучить Еще Две Песни До того Которых Пойдем В следующий Данж Даже Нет Даже Целых Три Нужно Выучить Песни Я Чуть Не забыл Еще Есть Одна Отдельная Песенка На Кладбище Ее Мы Тоже Получим В скором Времени Страшненький Увид Господи Да Я даже Не напрягался И спокойно Пробежал Оу Мы уже На Мы уже На поле Хайру Быстро Оу Спасибо Импо Кстати Говоря Вот Нам Скоро Понадобится Идти Но Не Сейчас Сейчас Я думаю Получить Парочку Песен Которые Нам Понадобятся Ну Что ж Она Рассказывает Про Деревню Кака Рику Кстати Вот Песня Зель Нам Очень Понадобится Чтобы Доказывать Свою Связь С королевской Семью А также Эту песню Стоит играть Во многих местах Где изображен Трайфорс То есть Возможно Какие-то будут Секреты Я точно Не помню Ну что ж Нам Импа Показала Скилл Ниндзя Да вообще Народ шейков Он такой Знаете Очень секретный Они Знаете Обучаются Они конечно Не убийцы Они Можно сказать Охранники И верные Помощники Королевской Семьи Но Шейков С детства Учат Знаете Таким Скиллам Скрытности Знаете Типа Ассасинов Ну что ж Вот оно И ранчо Вон Вон Так Ничего не Упало А не Смотрите Как куча Сердец Так Идем На ранчо Вон Вон Видим Огромное Просто Огромное Пространство Для лошадей Посередине Ранчо Давайте Зайдем Вот В этот Сарайчик И Ко Кого Мы тут Видим Я не знаю Даже на кого Больше похож Этот чувак По имени Инго Он похож На Ицеби Луиджи Он похож Либо на Луиджи Либо на Его Антидова Луиджи Не знаю Ребят Я не знаю Вот Почему-то В этой игре Нинтендо Решили Некоторые персонажи Реально максимально Сделать Похожими На персонажи Из Своей Другой Игровой Серии Хотя У Линкс Авэкинен Мы вообще Встречали Гумб И уровень Становился Платформенным Хотя игра Блаз Видно Сверху Довольно Странно Опять Талон Дрыхнет Да Это я Я Тяни Будильник Я вообще Таки Пришел Чтобы Спасти Хайроу Ну и Заодно Я знаю Что у тебя Есть один Квест Давай Я Заинтересован Так Супер Курицы Называется Этот квест Ладно Зовем Вот так Нам нужно Поймать Несколько Курочек Так Сколько 10 рупий Давай Выпускай Супер Куриц 30 секунд Погнали Так Нужно Кстати Запомнить Куда Они Упали Так Вроде Бы Это Да Блин Под Вот Неудобно Что Приходится Вечно Подходить С одной Стороны С другой И проблема В том Что Курицы Сами По себе Довольно Резвые Твари Так Есть Еще Надо Две Блин Нет Нет Жаль Что Нет Какие Маленькие Таких Выделения Чтобы Узнать Где Супер Курица Где Нет Блин Ребята А Все Я Продул Блин Да Прям Великолепные Богачом Нет Уш Та Вон Сейчас Еще Раз Попробую Я Отыграюсь На этих Курицах А если Нет Я тут Устрою Огромный КФС О Ну Слава Уход За 5 Рупий Блин Давай Давай Так Я точно Вижу Где Одна Курица Упала Давай Есть Так Так Еще Еще Одну Давай Блин Да Хватайся Уже Че Ж Такое Блин Да Охренел А ты Еще На ящик Залезал Блин А то Реально Главная Проблема Вторая Уже Вот Вот Фортила Давай Давай Еще Одну Блин Нет А Блин 10 Секунд Зараза Давай 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 Пожалуйста Блин Есть Отлично Ух Я думаю Сейчас Опять Придется Переигрывать Слава Богу Черт Ух Мне вот Реально Вот Просто Подпартило Сейчас Пожениться На магон Спасибо Да Шустрый Аж Что-то Ожидал Молочка Неплохо А почему Бо И нет Кстати Говорит Это молоко Вообще Можно Получить Абсолютно Бесплатно С любой Коровы После того Как мы Выучим Одну Песенку Кстати Говоря Сейчас Ее И Выучим Так Поднимаемся На лесенку Посмотрим Что Так Интересно Что же На втором Этаже Ну Такая Комнатка Кровать И Пару Горшков Так Линк А Все Отлично Ну Что же Давайте Спустимся Вниз И Пойдем На тот Можно сказать Ипподром Странно Это прозвучало Конечно Но Не суть И Так Нам Сейчас точно Нужно Сходить К К Комиссарии Извините К Малон Сейчас Нас Обучит Одной Песенке Так Что-то С управлением Не то Случилось Эй Линк Че Бухой Что ли Так Одна Лошадка Уже Такой Свеобразный Кросс Бежит Так Вот И Малон С Маленьким Жеребенком Напевает Какую-то Песенку Да Это Я Конечно Круто Хорошо Что Его Так Смотивировал Вот Кстати Гуля Эпона Тоже В разных Частях Мы встречаем Эту же Лошадь Конечно Немножко По-другому Выглядит Но Имя остается Тоже И внешний Облик Ну Знаете Основные Чертые Сохраняется Хотя Выглядит Она по-другому Тоже Например Twilight Princess А Так У нас Песенка Давайте Сыграем На Околине Вот Сейчас Мы Научимся Еще Одной Песенке Это Песня Японы При Помощи Нее Мы Сможем Потом Подзывать Эту Лошадку Япону А Также Если Эту Песню Сыграть Коровам То они Дадут Нам Бесплатное Молоко Ну Что ж Ребята Вот и Вторая Песня Хотя Знаете Многие Энтузиасты Вот И Большие Фанаты Зельды Покупают Реальные Окарины И Реально Учатся Играть Эти Мелодии Что Довольно Похвально Кстати Говоря Я сам Даже Настолько Проникся Этой Игрой Что Научился На пианино Играть Неслика Песен На Окарине И Честно Мне Вот это Дико Нравится Конечно Понравился Так Думаю Нам Сейчас Стоит Зайти Еще В одно Помещение На этом Ранчо Что Вроде Знаете Амбара Но Сначала Мы Пожалуй Посмотрим Вон Тот Делево Я не помню Точно Здесь Есть Скалтула И Так Линк Не забирайся Так Однорупия Так О Отличненько Кстати Говоря В этой серии Я точно Дойду До горы Смерти И точно Выучу Еще Две Песни Так То есть Это Песни Японы У нас Вроде Песня Солнца И Песня Сарии Да Да Нам Еще Придется Вернуться В лес Как Или Ну Что Ж Бежим 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 И Так Линк Поверни Блин Все таки Реально Ребят Неудобно Если У вас Все таки Есть Геймпад Для игры В нинтендо 64 Воспользуйтесь По сути Подключите Любой Геймпад От Плейсейшн 3 Какой Ни Знаете Там Дешевый Китайский Покупной Типа Клона Не знаю Той же Плейсейшн 3 Или Иксбокса Лучше На геймпаде Серьезно На клавиатуре Это полный Гемор Хотя Если Немножечко Знаете Вот Приноровиться То Потом Будет Довольно Таки Удобно Так Мы Зашли В этот Тамбар Тут Две Коровы И Там За ящиком Видно Какое То Пространство Давайте Подвинем Пару Ящиков Так А Все Понятно Тут Нужно Еще Пожалуй Подвинуть Вот этот Ящик На себя Точнее От себя Лучше Уж Все таки От себя Потому что Там Будет Мало Пространство А сейчас Мы Этот Вытянем Ящик Пройдем И Спокойненько Сможем Дальше Проползти Здесь У нас Вот такой Вот Секретик Кстати Это Часть Сердца Смотрите То есть Если Мы Найдем Четыре Таких Части Сердца Мы Получаем Одно Полноценное Так Ну Тут Объяснение У нас Давайте Выбираться И Пожалуй Пойдем В лес Кстати Еще Давайте Ка Пробуем Песню Которую Мы Недавно Получили На Коровах Так Нет Не То Блин Вот Все Равно Как-то Не Привыкну К Управлению Еще Пока Так Все Отлично Вот Как видите Корова Нам Отвечает Вот Отлично Уже Промолочко Да Да Ребята В общем Нам Нужна Еще Банка Чтобы Поймать Как бы У нас Уже Полная Банка Молока Но Это Потом Так Попробуем Старые Добрые Кувырки Кстати Самое Смешное Что Вроде Бо Они Даже И Реально Быстрее Так Сейчас Нам Нужна Ксарий Забытый Леса Это Отдельная Часть Леса В лесе Какили Лес В лесе Странно Роулин Роулин Ладно Линк Давай Крутись Смотри Только Чтоб Не страшнило По дороге Так И Степь Айруа Ох Блин Реально Конечно Довольно Таки Красивый Закат Вот Интересно Что Несмотря на то Что Как бы Таймлайны Существуют Различные То есть Вселенная От этой игры От концовки Оcarina of Time Разделяются Еще на Три Отдельных Ветки Как бы Местность Очень похожа То есть Имеется Гора Смерти Имеется Как бы Степь Хайрула И замок Хайрула То есть Основные Как бы Местности Ну Большинство Из них Сохранятся Так Не то Ну что ж Мы уже почти Добрались До леса Сейчас Нам нужно Уже Пройти К нашей Старой Доброй Подушке Сарии Вот и все Ребят Теперь Давайте Ко зайдем К этому Уроду Так Да Нам тут уже Жители Говорят Наш Старый Добрый Давайте Зайдем К этому Уроду Да Я все Грабил Потому что Я вор Ну Прикольно Все равно Извит Так и Врезал бы Так Ну давайте Пожалуй Подниматься В забытые Леса Да Вот Той же Вот Линк То Зе Пест Были Эти самые Забытые Леса Как бы По Хронологии Линк То Зе Пест Происход Через Роди Б Сотню Лет После А Калина Таймед И по Хронологии Она первая В новой Линейке Вот Даже Внешний Вид Очень Похож То есть Эти бревны Через Которые Мы можем Попасть В любую Местность И смотрите Видите Вон Ту Мишень Если Мы Набьем Три Сотни То Мы Получим Довольно Неплохой Предмет Так Блин Линк Не тупи Чуть Чуть Левее Еще Так Так Нет Вроде Неплохо Отлично Учись Зеленая Стрела Завидуй Мне Да Как бы Я уже Почти Зеленая Стрела Так Вот И деку Скраб Три Отличных Упадания В цель Ну Что Сейчас Получим Приз И Какая Сумка Не Помню Для чего А Это Для Семян Деку Те Можно 40 Пуль Круто И Кстати Нам Уже Пополнили Все Запасы Так Опять Ты Блин Филин Кайпора И Как там Тебя Зовут Блин Вот Хватит Говорить Очевидные Вещи Слышь Красивую Мелодию Да Кстати Чуть Не забыл Здесь Нужно Ити На Мелодию Если Вы Будете Переть В любую Сторону То Есть Наугад То Большой Шанс Что Вы Просто Выйдите Обратно Потому Что Нужно Подходить К входу И слушать Где Музыка Очень Громко Играет Туда И Идем Где Музыка Тише То Вас Отбросит Обратно В лес Какили Так Кстати Вон Там Озерцо Есть Если Под ним Пропуть Когда Мы Получим Один Предмет Мы Сможем Телепортироваться В реку Хилия Так Кстати Вот эти камни Тоже Потом Сможно Можно будет Уничтожать При помощи Бомб Под ними Есть Ямы Которые Можно Провалиться И Попасть Секретные Места Вот Священный Лесной Лук Сейчас Так Извините Ребят Нужно было Снова Отойти Вот У нас Вулвис Как их Называют Странно Конечно То что Не сохраняют То есть Знаете Просто Волки Именно Вулвис Довольно Необычно С этими Ребятами Нужно быть Поосторожнее Потому что Если вы Отличетесь То Врежет Он вам Знатно Так Так Блин Может Рогаткой Попробовать Задохни Ты уже Волк Ты прыгающий Так Давайте Уже Разберемся Блин Вот Весь этот Волк Если честно То есть Я помню Как я Впервые С ним Сражался Четыре Год назад Когда Впервые Играл В эту Игру Это Было Конечно Знаете Не самое Лучшее Зрелище Потому что Я его Наверное Минут Шесть Пытался Убить Вот Просто Гонялся За ним Так Резанный И Всячески Пытался Его Ударить Но Вечно Мазал Блин Да Что ж Такое Крабат Фиг Блин Давай Уже Дохни Господи Сколько Ты Выдерживаешь Блин Да Ну Вообще Кстати Говоря Нам Недалеко Уже Идти До Саре То есть Посудина Находится Вот Сейчас Мы пройдем Большой Лабиринт И Ах Наконец Таки Пройдем Лабиринт И Наконец Таки Войдем К входу В одно Место В котором Мы Еще Побудем Но Без Спойеров Так Ага Тут У нас Очередную Деку Блин Что-то Орехи У него Не летят Отлично Сейчас Отстоковым Врезать Так Здесь Небольшие Таки Места Чтобы Прягаться От них Потому что Эти Газы Стреляют А попадать Знаете Не хочется Как-то Вечно Бить Их Вечно Знаете Вот Ждать Пока Они Выстрелят Пока Они Остановятся Блин Не очень Хочется Так Здесь Пока Нет Кстати Говоря Здесь Здесь Одно Вот Вот Лестница Видите Есть Такой Вот Проход Наверх Там Есть Один Такой Очень Прикольный Секрет Такие Точки Есть По всему Хару Их Несколько И Можно сказать Здесь Находится Один Из Самых Главных Предметов Сам Сам Длинное Что Сам Предмет Живой Это Источник Фей Фея Вообще Во всех Почти Во всех Частях Это Очень Важная Вещь Не только Потому что Ну Сами Понимаете У нас Оберегающая Фея Это Фея Лечения То есть Если Вас Убьют То Вы Не просто Закончите Игру А Фея Вылетит Из Банки В Которую Посадили И Она Вас Похилит Перед тем Как Вы Умрете И В основном Полностью Здоровье То есть У вас Будет Второй Шанс И Можно Сказать Это Самое Лучшее Даже Не знаю Хилкое Вот У нас Фея Теперь В Баночке И В любое Время Когда Мы Сдохнем Нас Просто Установят Ну Что Ж Давайте Выходить И Пойдем К Сане Так Выбираемся И Спокойненько Идем Так Блин Отвалит Уже Так Давайте Пофиг На этих Деку Давайте Просто Уходить Отсюда Блин Вот Доставучие Твари Вот Это Место Так Мы На Какой То А Пушки И Видим Здесь Сари Которая Играет На Околине Похоже Что Она Ждала Линка Да Она Игра Ждала Секретное Место Да Сыграет Но Позже Намного Позже Да Почему Нет Так Новая Песня Ну Что Остается Еще Одна Песня И Думаю Мы На Горе Смерти Сегодня Закончим Как-то Я Слишком Сильно Затянул В серию Конечно Почему Нет Окей Вот И Новая Песня Если Песню Забудете То Всегда Можно Посмотреть В инвентаре Отправляемся Теперь Наш Путь В деревню Карику Проклятые Деку Чтобы Черт Побрал И Спокойно Возвращаемся Так Аккуратно Аккуратно Да Водой Блин Главное Самое Безопасное Выбраться Блин 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 Черт Аз 2 У меня Такое Чечение Что я Просто Сейчас К чертям Сдохну Блин Да Шош Черт Авад Акку Ух Слава Ну и Опять Да Уйди Ты Уйди Что Ты Блин Жизнь Та Травишь Юному Герою А Ужас Чувак Я Это Уже Знаю Да Пошел Ты Ребят Извините Но Это Просто Знаете Он Очень Достовучий Персонаж Хотя Слава Богу Что Это Не Фай Из Skyward Sword Вот Там Кошмар Полный Ну Что Ж Убираемся И Направляемся В Деревню Кокарикул Я Так Понимаю Сейчас Ночь Будет Ну Именно Начало Ночи Ну Да Еще Скелеты Ходят Так Что У нас Однорупия Неплохо Кувырки Кувырки Роулин 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 Опять Скелеты Непонятно Откуда Вообще Вдали Виднеется Ворота В Хайроу Таун И Вон Там Справа Деревня Карикла Видно Как Быстро Опускается Луна И Настает Новый День Так Переходим По мосту Так Посмотрим Что На дереве Ничего Так О Еще Одно Деревце Посмотрим И Ого Круто То Что Надо Ну Вот И Новая Область Вот И Деревника Карикла Которая Тоже Была И В Проглядущей Гре Линк С И В Новый Твайлод Принцесс В общем Каноничное Место Очень И И Вот Жуткий Бригадир У Которого Явно Проблема С Челюстью Господи И Будет Попозже Вот Этой Девушке Помочь Но Сейчас Мне Нужно На Кладбище Так Что Тут Нас Пустой Ящик Так Здесь Есть Точно Два Важных Места Которые Нужно Зайти Обязательно Так Попробуем Фиг Там Вон Тут Парнишка Нам Мешает Блин Ну Это Так Понимаю Только Ночью Можно Будет Нормально Отодвинуть Могилу Вот Знак Так Блин Колыбельная Зельда Надо Вспомнить Все Все Ребят Вспомнил Мелодию Более Менее Все Отлично И Что Должно Произойти Так Поднялась Буря Так Довольно Жутковатый Момент Больше Подходящий Для маски Маджора И Хреном Разносит Могилу Зашибись Спускаемся Вниз Королевская Гробница Ну И Покойничков Тут Явно Какие Не знаю Твари Так Вот На следучей мыши Под названием Кис Перебьем Тут Парочку Мышей И Должны Нам Открыться Пароходы В Основную Часть Гробницы Так Где еще Ага Вот Еще Одна Мыш И Еще Должна Быть Одна Где-то Здесь Где Это Мыш А Все Нашел Нашел Давай Да Блин Да Блин Все Отлично Все Идем Гробницу Поднимаемся Ребята Вот Эти Жуткие Твари Это Это Называется Гип В общем Просто Проще говоря Живые Мертвецы Старайтесь Избегать Потому Что Когда Линк Смотрит О них Он Впадает В ступор И буквально Зависает Поэтому Не стойте Рядом С ним Слишком Долго Вот Это Поэма Действительно А вот И ноды Право Вниз Вверх Так Вот Ребята Это Песня Солнца При помощи Нее Можно В любой Локации Менять Время Суток Ну что ж Возвращаемся И На кладбище Есть еще Одна Нычка Очень Важная Так Здесь Нужно Быть Поосторожнее Давайте Попробуем Песню Солнца Что-то Не то Так Давайте Еще раз Попробуем Ладно Потом Блин Быстрее Лин Быстрее Слабо Так Теперь Нужно Подвинуть Могилу Возле Которые Растут Небольшие Кусты Посмотрим Может Еще Что-нибудь Есть Тут Так О Блин Я Вызвал Духа Пова Это Не Есть Хорошо Так Что Нужно Поскорять Сюда Сматываться Либо Их Просто Перебить Что Эти Призраки Спокойно Дать Осмотреть Что-нибудь Не Дадут Кстати Ночью Уже Вышел Могильщик Дам Блин Лучше Я пойду Так Ага Вот Могильщик Идет Попробуем Эту Блин 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 Да Вали Ты Уже Так А Это Не Она Это Не Она Но Все Равно Тесно Есть Что-нибудь Нет Ничего Так Вот И Проход Да Блин Линк Так Вот И Желанный Сундук И Вот О чем Я Вам Говорил Абсолютно Бесплатный Хиллианский Ищет Конечно Сейчас Мы Не Сможем Одеть Потому Что Он Слишком Тяжелый Но Потом Регодится Ну Все Можете Спокойной Душой Идти К горе Смерти Потом Со всеми Кустами Разберемся Так Где там Проход А Все Нашел Вспомнил Там Нужно Наверх Подняться И там Должны Быть Ворота Со Стражником Вот Все Нет Не Вижу Давай Чувак Пропускай Я Герой Герой Хайрула Слишком Мал А Ты Слишком Самоуделен Чтобы Грозить Ребенку С Мечом Так Ну Хоть Может Это Тебя Успокоит Ну Да Во Как Это По-твоему Шутки Чувак Как Скоро От Всего Этого Мира Не Останется Камня На Камне Так Что Нечего Шутить Чувак Как Боя Ужит Бесплатно Достав Его Не Потратив Ни Одной Руки Так Что Спасибо Но Нет Мистер Герой Господи Ну И Кличка Ну Вот Ребят Вот Этот Квест 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 Нужно Нескольким Людям Отдельно Принести Определенные Маски Понимаю Но Потом Так Ребят Поднимаемся На Гуру Смерти Там Виднеется Пара Тектайтов Ну Что Давайте Вром Песню Время Точнее Песню Солнца Сыграть Все Получилось Ну Что На Такой Светлой Ноте Я Думаю Закончить Всем Спасибо За Внимание Подписывайтесь На Канал Ставьте Лайки Комментируйте И Всем Трайфорс 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 Трайфорс